Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». Вы давно ждали этого? Мы это сделали! Реальная экономия на реальных покупках. Совершайте безналичные покупки с помощью карты кэшбэк от банка «Хлынов» и получайте процент от суммы оплаты назад на вашу карту. Кэшбэк от банка «Хлынов». Вы тратите, мы возвращаем. Подробности в офисах банка на сайте банк-дефисхлынов.рф Коммерческий банк «Хлынов». Открытое акционерное общество. Лицензия ЦБРФ номер 254. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое «Особое мнение» сегодня представит вице-спикер законодательного собрания Кировской области Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый. У нас много вопросов. Сегодня и центральный рынок, и капремонт, и собираемость налогов, и уборка улиц. И хотелось поговорить еще про переселение граждан из ветхого жилья. Много чего. Микрофинансовые организации, казино, между прочим. Много чего есть. И не на все, наверное, найдется время. Пойдем по списку, что называется. Начнем с вопроса, который пришел на сайт. От Александра. Для вас. Добрый день. Как вы оцениваете деятельность обкома партии? Имеется в виду КПРФ. При нынешнем руководителе. Имеется в виду Сергей Павлович Мамаев. Может быть, а может быть, Зюганов? Нет. Обкома партии. Да. На данный момент оголтелая критика всего и лоббизм определенных лиц налицо. В ущерб простым партийцам и жителям. Александр задает вопрос. Ну, если с этого мы начнем, я могла бы так сказать. Всегда предметный разговор. Кого обидели, как обидели, но такие обращения. Некоторые просто забывают. Ну, меня трудно обидеть, я бы так сказала. Да, уметь удар нужно, уметь держать. Я бы начала с того, что речь, когда мы ведем о партии, это не только какие-то права, это прежде всего обязанность. И если существует общий порядок по уплате взносов, по выполнению партийных поручений, по отстаиванию той позиции, которая принята большинством демократически, да, мы там централизм говорим. Если принято решение, надо выполнять, а спорить до его принятия можно и отстаивать и так далее. Поэтому я сегодня не испытываю, если я свою точку зрения высказываю, может быть, она тоже не устраивает, но, по крайней мере, я не испытываю это на себе. Если кто-то обижен и, так сказать, не согласен, для этого у нас и партийная организация есть, и городская партийная, районная, областная, и контрольно-ревизионная комиссия. Поэтому я считаю, когда вопрос конкретный, а не так вот в общем и, значит, ни о чем, давайте конкретно говорить. Но вы вот с такими обобщениями не согласны? Когда такое обобщение, это за этим укрывается ли человек, не хочет конкретно, там, что за лоббирование, каких лиц идет, но я не могу, так сказать, вот сейчас даже сориентироваться. Называйте конкретно, я люблю конкретику. Хорошо, мы еще про партийные вещи поговорим, не только что касается вашей партии, но и других тоже, когда будем, наверное, обсуждать капремонт и голосование. А сейчас все-таки к центральному рынку, потому что события разворачиваются активно. На прошлой неделе наступила ясность по поводу инвестора. Мы знаем, что на депозит городской ушли 20 миллионов от БСП Инвест, на депозит городадминистрации сроки проектирования стали ясны. Два года нужно будет подождать, пока проектные работы все будут согласованы. И вроде бы это хорошо, потому что вроде бы уже ясно, что есть инвестор, про инвестора тоже достаточно много известно, про его проекты, где он куда вкладывался. Понятны цифры, понятны сроки, но остаются некоторые вопросы. Вот некоторые вопросы я к вам обращу. Давайте оценим ситуацию. Сама компания БСП Инвест, с вашей точки зрения, это выгодный и надежный ли партнер для города? Вы знаете, когда мне говорят, мы сталкиваемся с другой компанией, Терраспорт, которая у нас тоже, так сказать, заходит на площадку Дворца Мемориала, и которая тоже показывала, что сверхактивная и сверхмощная, тем не менее она, так сказать, в затишье ушла и не могла не представить, вот по моей просьбе хотя бы один бизнес-план работающего уже предприятия, да, так и не представила. Поэтому я люблю говорить о конкретных, и то, что у нас для города эта компания своими силами, или начнутся, так сказать, поиск подрядчиков, и подрядчики будут ли выполнять или нет. То есть вот сама схема, когда объявляется инвестор, да, это мы и в лесной отрасли имеем, когда выигрывает один, а, извините, заготовку Дворца он перепродает другим подрядчикам, Да, и уже совсем другая картина. Но надо понимать, что БСП Инвест Плюс, которая зарегистрирована в Кировской области, да, это инвестиционная компания, понятно, что будет искать подрядчиков. Ну, что будет дальше с этими подрядчиками, уже вопрос. Ну, вот я немножко фома неверующая, когда мне говорят, что очень хорошо, я люблю работать с цифрами, и уже, если имеется в виду опыты, как это производилось и как это делалось, поэтому надо все смотреть в процессе и контроль. То, что касается центрального рынка, ну, вот такие заявления, торгово-развлекательные центры, у рынка уже само название – рынок. И когда мы приходим на этот рынок и видим, что женщины, стоящие на улице, под снегом ли там, дождем, в мороз и так далее, что явно им не на пользу. И, конечно, это нужно более в цивилизованный вид, чтобы это не превращалось в барахолку, которая вот раньше была у нас в Чижах. Но ведь сразу встает вопрос, если арендная плата, то есть какое-то закрытое помещение, его можно сделать на уровне евроремонта, но туда не зайдет ни один продавец, просто ему не осилить эту аренду. И он будет искать. И точно так же это показатель, если рынок, посмотрите, кто у нас торгует на милицейской улице. Там и рассады, и цветочки, там ничего только нет, потому что они на рынок, может быть, и не могут зайти, может, ну, кажется, им дорого, да, как нарушение. Но если рынок, то есть как покупатель, если вот приходит, он должен увидеть весь ассортимент, что ему нужно. Именно на рынке, а не в поисках около рынка, где на земле, там с земли продаются. И условия приемлемые и для покупателя, и для продавца. Но мне кажется, здесь есть несколько частей в вопросе, которые вы сейчас раскрываете. Это первое, то, что обсуждалось давно, это не было связано с центральным рынком, это как раз торговые места для тех самых бабушек, которые с грядки везут. Это вопрос, ведь, Марина Сергеевна, как не был решен, так и не решается никакими способами. И как-то его сторонку отодвигают. А вот торгово-развлекательный центр, это, так сказать, всегда. Если вы посмотрели на проект, там в этом проекте, достаточно крупном, есть большая часть для торговых помещений, овощных, мясных и так далее. Здесь вопрос тоже, который вы задеваете, будет ли достаточно доступна арендная плата для того, чтобы зайти на этот рынок? Мы с вами сейчас сказать не можем, потому что нам пока эту цифру не предоставили. Завтра будет встреча предпринимателей с инвесторами из городской администрации. Может быть, эти вопросы будут обсуждаться, но в любом случае есть ведь два года еще проектирования. В обязательном порядке. В обязательном порядке. Но когда уже говорят, что вот вы бы ехали бы в Ганино. Это вообще странный пироид. Я не совсем поняла его. То есть сегодня, и как вы говорили, что уже какой-то некий отток, то есть уже люди знают, что перспектива, пусть там два года дается, но для того, чтобы свой бизнес или, по крайней мере, ты вложил, люди уже начинают искать или другие точки. Вот хороший вопрос. Это я, Марина Сергеевна, до эфира привела пример, что уже сейчас до нас доносится сведение, что арендаторы и просто представители каких-то малых торговых, маленьких торговых точек с рынка уходят прямо сейчас. В то же время мы получаем информацию, что еще два года будет разрабатываться документация, строительная документация, проектная документация. То есть можно работать без проблем, но люди уходят. И в то же время там еще до Нового года появилась эта информация, или после Нового года, сейчас не припомню, про Ганино, про какое-то. Для кого что там строится, тоже непонятно. Вот у меня, будь я человеком, который имел те сведения, которые доносятся через СМИ, я бы подумала, что прямо завтра рынок закроют и начнется строительство, если бы не получила новости с прошлой недели, что два года будут разрабатываться. Плюс Ганино. Что это такое, Марина Сергеевна? И народ побежал с рынка сейчас, арендаторы. Ну, я думаю, не совсем продуманное действие. Вот это информационное, так сказать, наше, мягко сказать, ошибочность, непродуманность на этом поле работы, она как раз и побуждает людей. Что значит наше, кто конкретно, не ошибочно, непродуманно отдает информацию? Ну, видите, в городе я сейчас не могу сказать, по крайней мере, там идет от администрации или города, или еще от каких-то там структур, вернее, департамент или госсобственности, вернее, муниципального собственности. Поэтому здесь детализацию я не могу сейчас сказать. Я не в городской думе, к сожалению, это может быть, поэтому вот конкретно не смогу вам назвать. Я говорю о конечном, как бы не то, что даже конечном, промежуточном, когда информация вбрасывается, недостаточно точно. И тут, наверное, ну, если идет это оплачиваемое из городской администрации, наверное, да, в ту пору были какие-то упущения, что вот так взбодоражило всех людей, и эта информация была подана в такой форме. Вместо того, чтобы, как сказать, расщепить и все пошагово сделать. А что вам сейчас ясно из той информации, вот которой вы обладаете по центральному рынку? Только то, что сегодня вот два года, то, что у нас инвестор 20 миллионов перечислил. И в то же время я знаю позицию очень многих работающих на центральном рынке. Так, и какова она? Да, она сегодня с большими вопросами, потому что два года, которые объявляются, и, значит, как инвестор будет действовать, во что превратятся два года, может быть, это будет, знаете, как досрочные пятилетки, и будет это не два года, а год. Потому что проектно-сметные, когда на два года на них раскидывают, мне кажется, это срок тоже немаленький. Может, это срок, или, скорее всего, если это инвестор, который хочет зарабатывать, явно будет ускорять этот процесс. Как любой нормальный бизнесмен, да? Да, 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 оборачиваем. Оборачиваемый средств, чтобы у них было. Поэтому вот вопросов сегодня больше по центральному рынку, чем есть. Но когда говорят, что действительно, если эта стоимость аренды будет намного выше, то есть будут говорить, да, пожалуйста, приходите, а почему не приходят там европейские, не знаю, там еще куда-то, где стоимость аренды, ну, пустуют эти площади. Можно сегодня заходить в некоторое торговое, да, и видеть, как без конца там точка все время меняется. Кто-то приходит, уходит, это не получается эффективно. Поэтому здесь всегда в основе должен чуткий расчет быть. Мы не должны забывать, что и инфляция, и, так сказать, разные, откуда привозят товар, где это выгодно, невыгодно. Поэтому можно призывать, можно говорить, а когда нет реальных экономических условий, скажут, сами не идут, вот, пожалуйста, места свободные. То есть угрозы сохраняются, некоторые связанные с этим проектом. Часть из них... Успокоенность? Кто должен успокоить нас? Или это нормальный процесс, может быть, вообще? Вы знаете, процесс должен быть каким? Он должен быть открытым, понятным. Если сегодня мы не слышим, по стоимости, вернее, не услышат те, кто работает на рынке, какие гарантии, какие объемы, что они могут и как воспользуются, рассчитывают ли какие-то преференции, тем более и те, кто сегодня там работает, и те, кто вокруг рыночка. Согласитесь, что это все равно, когда люди сидят на тротуарчиках, значит, да, и там овощи везде, это все продает. Это значит, что и сейчас рынок недоступен, Марина Сергеевна, для них. Посмотрим, чем завершится встреча предпринимателей, которые арендуют площади на рынке инвесторов и администрации, которая должна состояться, по нашим сведениям, уже завтра, но в ближайшее время точно. Постараемся осветить это в нашем эфире. Здесь, возможно, участников встречи удастся пригласить сюда. Что там будет насчет как раз аренды и доступности, наверняка как-то ситуация прояснится. Пока не очень. Все понятно. Значит, перейдем к капремонту. Не завершаются дискуссии по поводу необходимости создания фонда капремонта или, наоборот, его вредоносности, потому что и такие заявления есть. Состоялся дискуссионный клуб «Вечерний». Мы о нем всегда говорим. Несмотря на то, что я не считаю, что он слишком презентабельный, но там однозначно собираются люди, которые знают, о чем говорят. И они выражают действительно позицию серьезной активной части населения. Так вот, согласно этой резолюции, причем она отправлена в правительство Кировской области, и в ЗАГС-собрание, и к депутатам Госдумы от Кировской области, участники просят временно приостановить действия отдельных положений законодательства по проведению капремонта, приостановить направление счетов по капремонту жителям Кировской области, а ранены оплаченные средства засчитать в текущие платежи. Депутатам Госдумы выйти из законодательной инициативы по приостановке действия федерального закона 271-го. Ну и там есть еще обращение правительству Кировской области организовать широкое обсуждение региональной программы капитального ремонта и создать общественный совет при фонде капитального ремонта. Вот сколько пунктов здесь. Что вы думаете по поводу этой резолюции? Согласны вы с ней или нет? Ну, до меня резолюция эта еще не дошла. Видимо, пока руководство с ней знакомится. Тема эта очень больная. В свою очередь мы подготовили, после того, как обращение на Рыжкину не было поддержано депутатами законодательного собрания, мы от фракции нашей КПРФ направили это обращение на Рыжкину. Оно немного иное, где мы четко прописываем, почему возникла такая ситуация. Ну, во-первых, статья 16 закона о приватизации жилищного фонда, она была принята, если не ошибаюсь, 4 июля 1991 года, то есть почти 24 года назад, где было четко прописано, что при оформлении жилья в приватизацию, себе в собственность, в данном доме должен быть проведен капитальный ремонт или виды капремонта, которые необходимы на тот момент. У меня достаточно много проходит встреч сейчас, и я ни в одной аудитории не встретила такого счастливчего, кто сказал, что да, у нас выполнено это условие, прописано в федеральном законе. Следующий этап, когда перечисляли средства, хотя мне говорят, что там может быть и на содержание или нет, но на каждый дом не выполненные были обязательства, часть средств при передаче жилого фонда от ведомственного в муниципалитет передавали предприятия, честные, так скажем, и средства не использованы на капремонт в том числе. Куда ушли эти деньги? Никто не проконтролировал, тем не менее. Когда мы в течение, это было в начале 2000-х годов, вот будучи депутатом городской думы, была свидетелем, когда было принято решение о сборе средств на капитальный ремонт. Вот не надо забывать, что все наши отсрочки или еще что-то, ну то, что сейчас вот там предлагается, тем не менее наши дома не замрут, и у них не будут меньше крыши протекать, не будут бойлеры там рваться или еще трубы. Да, процесс этот, к сожалению, продолжается и идет не в прогресс, а в регресс больше. Так вот, когда мы в течение года, наши кировчане, мы собирали средства на капитальный ремонт, если я не ошибаюсь, там где-то в пределах рубля с квадратного метра, то есть на каждый дом, на каждую квартиру, областная прокуратура сказала, они имеют право, потому что в жилищном кодексе не прописан сбор средств на капитальный ремонт. А кто допустил такую ситуацию? Наверное, даже не регионы, а именно федеральный центр. Тем не менее, на каждую квартиру, на каждый дом в течение года собирали, где эти средства. Я никого не хочу подозревать, они наверняка ушли на капитальный ремонт необходимый, но не конкретно на те дома, кто собирал, и жильцов. И вот когда мы сталкиваемся, и сегодня нам говорят, спохватились, в 2005 году создали фонд содействие реформирования ЖКХ, и очень красиво говорили о том, что 5% жильцы вкладываете, а 95% софинансирования и вы сделаете. Я, наверное, считаю, нужно жильцам поклониться в ноги своим активистам, вот этих домов, кто моментально это ухватил, сумел организовать, провести виды капремонта, какие это они сделали. Но ставки начали расти, и вот это соотношение от 5% собственников до 95% из фонда изменилось практически в обратно. То есть до 70% стали собирать жильцы, кто мог себе позволить там в некоторых домах, и процентов 30%. И благополучно с этим софинансированием покончили, потому что это стало уже, не стало той разменной монетой. И когда сейчас похватились, а давайте-ка, значит, причем, вы знаете, очень цинично, это уже неоднократно из разных, так сказать, узких я слышала, что вы же собственники, почему вот у нас есть коттедж, мы ведь сами о своем доме беспокоимся, мы его ремонтируем. Так вы знаете, это можно начинать, когда вот тебе говорят, вот мы капремонт провели, ты получил жилье, ты его сам содержи. Но не было сказано А, а сразу Б. Что такое программа по капремонту в том виде, в котором она сейчас существует? Программа, к сожалению, когда прописывается, значит, ну, возраст дома, это понятно, программа, да? То есть вроде бы дома, которые постарше, они должны впервые. Нет, я сейчас, извините, Марина Сергеевна, я хочу просто, чтобы вы дали определение этой ситуации сейчас. Что такое вот сейчас происходит с этой программой в целом? С этой программой? Это зрелый продукт, направленный на то, что продвижили хорошо. Нет, это очень сырой продукт, это, в общем-то, хватание, так сказать, за соломинку, потому что ситуация с содержанием наших жиловых домов достаточно критичная. И 10, там, почти с половиной тысяч домов, которые находятся в этой программе, которые требуют, ну, может быть, не все, там, в той, в объеме, по нескольким видам сразу капремонта. То здесь, вот при всей этой ситуации, я считаю, во-первых, вот мы и в обращении к Нарышкину говорим, что только при финансировании, софинансировании государства можно продолжать действовать, вот развивать эту программу капремонта. Сегодня это просто, ну, не то, что неприлично, это обман, когда на людей навешивают все содержание по капитальному, по капитальному ремонту. Марина Сергеевна, это общая позиция вашего регионального отделения, общая позиция, может быть, вообще партии, вы с коллегами, скорее всего, общаетесь. Вы знаете, я бы вот как объяснила эту позицию, не платить сегодня за капремонт. Мы вот об этом как раз ведем спор. Остановить вообще капремонт его невозможно, потому что будут выноситься судебные решения, и там в обязательном порядке, также с тех же жильцов просто будут какую-то сумму раскидывать и в обязательном порядке это делать. Поэтому сегодня вот и моя позиция, каждый должен решить, платить или нет. Но посмотрите, как защитили себя власти. Сегодня упрощен порядок вынесения судебных решений по должникам ЖКХ. Да, не платите за капремонт, но сегодня будет упрощен порядок. Судебным приступом поступит судебное решение, и самая легкая добыча для того, чтобы эти долги снять, это будут все бюджетники, пенсионеры и инвалиды. Они усумели себя защитить, вот эта сторона. Как нам защититься? Я считаю, во-первых, по своему дому могу сказать, пытаемся, чтобы эти деньги у регионального оператора где-то находятся, и сколько они там могут находиться, и на момент, когда нужно капремонт, как они окажутся, и что там будет, вопросов больше. Но если сегодня мы принимаем во внимание, что нам нужно, например, срочно менять электропроводку в доме, иначе там уже выгорели несколько и бытовая техника и прочее, жильцы вынуждены фактически на замену бойлера, плюсом к этому тарифу на капремонт, еще добавлять там чуть ли не 19, ну 18 рублей. Ну так мы никак не защищаемся, мы просто платим деньги. Да, для того, чтобы, ну вот понимаете, можно в позу встать, но когда в прошлом году вот мы проводили, пытались собрание, нам не удалось это сделать, потому что одни говорили, развертка тепла сверху, у нас еще тепло, там если вы мерзнете сами. Марина Сергеевна, еще все-таки, я хочу парапартию. Вот наше отделение, ваше отделение послало сейчас на Рыжкину это обращение по поводу капремонта, что закон сырой, нужно его дорабатывать, и все больше. Ваши коллеги из других регионов поддерживают эту позицию? Что вы о ней знаете? Ну, по крайней мере, да, мы поддерживаем связь с нашими, да. Вот, и тогда еще один вопрос, потому что мы уже обсуждали тут неоднократно с разными представителями ОЗС и с другими нашими спикерами, почему такое голосование состоялось на ОЗС, когда 24 депутата воздержались, то есть, насколько я помню, 18 были за, 5 против четкая позиция, а 24 воздержались. Что это значит? Вот такая позиция, такое вот молчание. Чего ждут эти люди? Почему трудно было принять решение проголосовать за или против? Ведь это всего лишь обращение с тем, чтобы не отменить, а доработать. Вы совершенно правильно, потому что когда вот эти обращения, они говорят о ситуации на местах. Так. Что очень большое недовольство, очень много вопросов, очень много недоверия. И дело даже не в том, что информационной какой-то не хватает поддержки. А ситуация, я уже говорила о том, когда вот несколько идет неуполнение федеральных законов, обязательств, которые были прописаны, безусловно, у любого вызовет это недоверие. И когда это игнорируется, то есть все продолжается дальше, и у нас социальная напряженность только нарастает. И те, кто сегодня, ну, посчитали, что мы воздержимся, ну, я не знаю, их или дождаться, что сам рассосется, увы, это не произойдет. Почему они так себя ведут, эти 24 человека, среди которых очень известные фамилии, имена и лица? Ну, вот, кстати говоря, вы знаете, может быть, скоро даже такой возможности не будет, потому что вот в руководстве ЗАГС Собрания, например, озвучивается такая идея, что зачем это избирателям знать, кто из депутатов, как голосовал. Прекрасно. Да. Хотя я считаю, когда ты идешь и накажешь кандидатам, вы знаете, у нас какие-то там, мы подписываем, да, мы даем согласие на разглашение. Вот депутат, который опасается, что узнает, а как он голосовал по тому или иному вопросу, с него просто нужно сразу снимать депутатские полномочия. Я прошу прощения, а кто выходит с такими инициативами о тайном голосовании? Не о тайном голосовании, а о том, чтобы протоколы голосования не попадали для общего обозрения. Не публиковались? Да, по крайней мере, чтобы они не становились достоянием широкого круга избирателей. Кто предлагает? Ну, это сразу несколько. Я вот просто ухватила саму идею, что так произнесли. И сразу категорично... Не хочется подставлять коллег сейчас вам, я чувствую, да? Я думаю, что, может быть, тот из них и одумается. У кого-то была молчаливая, у кого-то, так сказать, на лице были эмоции выражены. Поэтому... А когда эта инициатива последовала? Ну, это где-то было озвучено, если не помню, там, понедельник или на той неделе, сейчас вот точно вам даже не скажу. И как отреагировали? Вы против. Но это, я думаю, еще и фракции будут обсуждать этот вопрос. Такое делать просто вообще запрещено. Не знаю. Это не соотносится со званием или со статусом депутата, если пытаешься прикрыться за общей массой. Потому что... Сейчас поясним еще раз. А кто придет сюда и скажет, например, вот вы в числе там противников или нет? Да нет. И все окажутся в числе белых и пушистых. Я всегда на встречах об этом говорю. Сегодня надо быть немножко фомой неверующей. Кто придет и будет против себя говорить плохо? Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, перед которой еще раз вот напомню, что оказывается есть часть депутатов областного законодательного собрания, которые против того, что публиковались протоколы голосования. Становились достоянием, да. Чтобы мы с вами как избиратели не знали, кто за что и как голосует. Да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня представляет вице-спикер законодательного собрания Кировской области Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, про город наш хочу поговорить, про его благоустройство, про то, что творится на улицах сейчас. Это такая традиционная тема. Я уже не могу сказать, что она сезонная. Мне кажется, она бесконечная. Но вот что произошло буквально на днях. Активисты движения «Красивый город» вышли на фотоохоту. И в результате за один день 200 заявлений о нарушениях правил благоустройства было подано в администрацию города. Наблюдатель пишет, что город обещал ответить на следующий день, то есть сегодня, потому что вчерашняя новость. Я пока не видела ответа города. Меня сильно удивит на самом деле этот ответ, если он в течение суток там появится. На 200 заявлений. Это же надо проверить. всё. Но вот эта вот работа, которую осуществили активисты, 200 выявленных нарушений за один день, это ведь работа не столько активистов, сколько инспекторов теруправлений, например. Но, тем не менее, мы видим, что количество этих мест неубранных, страшных, грязных в городе уменьшается только, наверное, к 9 мая, вероятно. А сейчас с ними ничего не происходит совершенно. Вот объясните мне, пожалуйста, кто виноват? Система ли, люди ли, ответственные лица, мы горожане, что мусор оттаивает у нас и лежит, пока кто-нибудь из активистов не выйдет, не напишет заявление, либо не наступит 9 мая. Кажется, вы еще упустили один момент. Так. Тоже очень важно, когда кто-то из жильцов, наконец-то, уже махнув на всех, берет там грабли и хотя бы перед своим окном там первый этаж или еще что-то, чтобы вот открывая окно там увидеть не окурки, бутылки, банки, которые попросали жители своего же дома, да, устроив, так сказать, ему условия для проведения субботника. Всегда, во-первых, я на фактор наш личный, ведь грязь, она берется не сама по себе, если мы берем мусор. Вот как сегодня, где-то я там, не знаю, на одном из сайтов, что весна началась или в Прогороде, в свои источники, да, везде у нас это сообщение короткие, фекалии, значит, после выгла собак и так далее. Но ведь, извините, у каждой из этих собачек в большинстве это есть хозяева, которые потом, наверное, тоже говорят, вот почему такой безобразный, грязный город у нас, да, точно так же люди, которые привыкли эти окурки бросать там где-куда-то, значит, они тоже увидят. Вот здесь обоюдное, так сказать, стремление, я ни с коим образом не пытаюсь умолить претензии, которые городской администрации к территориальным управлениям, да, кто должен следить, но надо различать, предположим, двор, там, это обслуживающая организация, дворник, насколько он работает, поддерживает порядок. Марина Сергеевна, мы каждый год видео думать, разговоры ведем, не бросайте, не курите, не плюйте, убирайте за собаками, и тогда город будет чистым. Я хочу, чтобы вы мне все-таки сказали, как человек, который работал в городской думе, как человек, который работает сейчас в областном законодательном собрании, как прекрасная женщина, да, жительница этого города, вы мне скажите, пожалуйста, давайте с другой стороны движения разберем, со стороны администрации, то есть тех людей, которые отвечают за то, чтобы наш город был чистым, и за то, чтобы граждане, жители этого города вели себя соответствующим образом. Понимаете? Вы знаете, я немножечко вот уйду от такого прямого ответа, и знаете, почему? Нет, а я попытаюсь промотивировать и прямо сказать. Горожан или администрацию? А вот давайте вместе сейчас это обсудим. Понимаете, когда сегодня государство фактически кинуло людей по многим позициям, по транспортным, там, в связи с санкцией, там, дефицит бюджета, по здравоохранению, по тарифам огромным, в ЖКХ и везде, то каждый, знаете, вот так сказать, есть, вот у Евтушенко или Вознесенского, прошу прощения сразу, пофигисты, вот откуда это пошло, нафига, да? И вот это сегодня, когда каждый, вот я свое, а вы там занимаетесь. И вот когда возникает эта стена, пробиться там администрации до людей, что ну давайте же призывы там или еще, я имею в виду к населению. Слушайте, а мы законодательно не можем это все в конце концов урегулировать и так контролировать, что все выполняли. Мое пожелание или, так сказать, мои вот такие порывы, да, уточните, как его называют, закон о поддержании чистоты и порядка в городе, он в глухую стену бьется. Потому что сегодня вот начинает прописывать полиция, я сегодня видела какой-то там законопроект, прописать полиции, чтобы она вот этим занималась. Да на федеральном уровне это не прописано. говорят, а вы в регионах к своей полиции обратитесь, чтобы они вот это делали, у них есть такие права. Но это не смешно, потому что если регион начнет обращаться к полиции, он должен ей заплатить за это. Это дополнительное, так сказать, не прописанное в федеральном законе правило. Вот когда мы так одними призывами обращаемся, отсутствие закона, на федеральном уровне, если это полиция, ее называют там, кто экологической, кто какой, если у кого-то есть муниципальные полиции, если есть в городах больших средств на то, чтобы ее содержать и достойно платить, да, они начинают уже привлекать, потому что сегодня остановить какого нарушителя, там, бросившего или собаку там, выгуливающий, да, то фактически только полицейский может с него документы попросить и оформить протокол. Я вас правильно поняла, Марина Сергеевна, пока не будет средств у муниципалитетов, чтобы платить полиции за надзор на улицах, вот за благоустройством, да, против нарушения правил благоустройства у нас будет грязно. Это по, я только одну часть взяла, это по тем жителям нашего города, которые ему не способствуют, чтобы наш город был чище, да, а которые... Я говорю про нарушения правил благоустройства. А со стороны администрации вот есть нарушения, когда, посмотрите, если раньше у нас снег вывозили с двора, сейчас его просто сгребают, эти тающие, так сказать, сугробы, в них не пробраться, они выше ростом до сих пор, там, да, чтобы там идите-ка раскидайте, а под ними находятся и кустарники, которые жители садили, да, для благоустройства своего двора. То есть здесь контроль, у нас же сегодня управляющая компания, но только по лицензированию. Вот если с 1 мая уже начнутся правила, когда мы можем написать заявление на управляющую компанию, и по одному дому два нарушения, там уже можно какие-то санкции принимать, предпринимать какие-то действия к той или иной управляющей обслуживающей организации. Сегодня, когда управляющая компания, это частная, да, у нас, и к ним какие-то претензии администрация города фактически не может. Жилищные инспекции, да, у них сейчас появляются эти права, когда она может начинать привлекать по заявлению. А что у нас может администрация города, Марина Сергеевна, в этом смысле? Вот давайте вспомним зиму минувшую и погибших и травмированных людей, сосульки, и вспомним не только администрацию города, но, кстати говоря, и городскую думу, которая всю зиму отмалчивалась. Это неправдание. Я понимаю, администрация действовала в рамках законодательства, писала, предъявляла бумаги и так далее. Мы с вами не услышали за всю зиму ни от депутатов гордумы, ни от мэра города, ни от кого-то там высокопоставленных чиновников, ни собственной позиции по этому поводу, ни вменяемые программы, что они будут делать там летом сейчас, чтобы в следующую зиму это не случилось, только что молиться будут, наверное, чтобы снег не падал. Я не знаю. Почему? Потому что нет у них прав, нет у них возможности. Почему это происходит? Объясните мне. Я все-таки считаю, что здесь вот отсутствие то, что вот я говорила по полиции, когда вот на глазах то, что нужно привлекать и нужно это делать, да, а у них не прописано. Нет, ну, я имею в виду. И сегодня, это даже не сегодняшний момент, когда я обращалась, например, к Андрею Личу, Кошурникову, там, по управляющим компаниям, он говорит, а у нас нет возможности на них воздействовать. Это частное. Ведь нас загоняли федеральным законом, что вот эти управляющие компании, обслуживание, так сказать, всех домов шло вот в эти компании. И они уходили из-под влияния муниципалитета. Государство в государстве, которое не подчиняется. Вот многие, я не защищаю тех, кто допустил там такую ситуацию, но здесь надо цепочку выстраивать из самого сверху, когда у нас вот эти федеральные законы, там, 131-е, это вас, это ваше государство, а, значит, регионы действуют по своим законам. И когда приходится, если федеральный закон принят, вот совершенно даже не к этому относящий, например, знаковый, да, День Победы, знамя, об использовании копии знамени Победы, федеральный закон принят? Никакой. Могут использовать? Могут нет. Какой это федеральный закон, когда после его принятия регионы должны принимать свои законы, как у нас там в Кировской области, слава богу, там принят, да, а теперь, значит, обращение, постановление, там, законодательного собрания нашей области к регионам, к районам, которые на своем уровне в районах должны принимать. Сколько бумаг, сколько, значит, всевозможных. Какой-то порочный замкнутый круг. Я тоже считаю. И вот во многом, во многом то, что мы сейчас имеем, и с теми же падающими сосульками, вот эта безответственность, но она, понимаете, как пазл, вот такой закон принят, где дырочки, и у нас получается невозможное. Почему у Гордума-то сидела? Почему они на экстренное заседание не собрались? Почему они не вышли к вам, там, в законодательное собрание и дальше, и дальше, и дальше? Потому же, почему и мы сидим по своим углам на кухнях? Всем наплевать? Давайте мы этот вопрос и всем зададим. Вот я думаю, что это, наверное, повод и для дискуссий, для того, чтобы понять. И вот я вижу, во-первых, вот эти провалы, которые у нас есть в законодательстве, начиная с федерального закона, с федеральных, и когда они позволяют, элементарные, когда все вот приходят и спрашивают, почему нельзя делать? Закон перед наш с вами, Марина Сергеевна. Наш с вами. У нас-то ведь тоже есть права. Мы можем потребовать снизу? Значит, там жилищный кодекс включается. Не только, вот понимаете, хитрость там, и ГЖИ, которые действуют по жилищному кодексу. К сожалению, мы сейчас уже подготовили много этих изменений в жилищный кодекс. Это проблема не только Кировской области. С ней сегодня сталкиваются все. Поэтому каждый должен как бы свой вклад внести, в конце концов, выстроить эту жесткую вертикаль, чтобы сразу было известно нарушение, кто наказывает и кто отвечает. С чего начать? Ну вот мы начинаем с того, что изменения в жилищный кодекс. Для того, чтобы ужесточение и, по крайней мере, у жилищной инспекции сейчас появляются эти... К сожалению, я говорю, пока бумаготворчество. Да, не слишком радостно у нас сегодня завершение программы, но вопрос серьезный, мы будем продолжать его обсуждать. Да, я напоминаю, что свое особое мнение сегодня представляла Марина Сазонтова, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Спасибо, Марина Сергеевна, всегда за открытую вашу позицию. Спасибо. Особое мнение на 101FM